Всем доброе утро! Вы, как всегда, на канале Семена Чемодана. Меня зовут Славян. Тут оставляю свой инстаграм. Подписывайтесь на инстаграм тоже. Если не подписан на канал, то на канал, естественно, сразу подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. У нас сегодня достаточно задач. Я предлагаю вместе с нами их решить, прогуляться. Обязательно сегодня море, обязательно сегодня солнце, обязательно сегодня горы. Мы же все-таки в Турции, в Аланье. Здесь это все есть, поэтому мы вам покажем. Погнали! Я уже немножко вам показал завтрак. Готовим общую яичницу. Правда, это половина нам с помидорами, это детям. Они не хотят кушать яичницу с помидорами. Не знаю, что у них за прикол. Пока мы живем в Турции, я постоянно покупаю воду в 5-литровых канистрах. Канистра стоит примерно 5 лир. Но сегодня я решил попробовать и заказать воду в 20-литровых канистрах, как мы, например, это делаем в Краснодаре. Так вот, я написал на WhatsApp, мне ответила женщина по-русски, приняла заказ и в течение двух часов нам привезли. Еще хочу показать, что я вчера заказал воду питьевую первый раз. Здесь обычно постоянно сам покупал в 5-литровых бутылках. А тут заказал. Стоимость бутылки обошлась мне полной воды, точнее, вместе с доставкой, доставка бесплатно, всего лишь 105 рублей. Это самый высший сорт воды. Представляете, насколько это дешево? Мы уже и на улице позавтракали, собрались. Значит, самые основные сегодня задачи, которые нужно решить, это первое, сходить в магазин и купить новогодний лук всей нашей семье. Следующее нужно обязательно подстричься мне и детям. Вот, но сначала пойду стричься я, посмотрю, как меня подстригут. Если нормально, то детей отведу. И еще мне нужно решить вопрос, где брать машину в аренду. Мы хотим отправиться в путешествие по Турции, вот, и взять, естественно, автомобиль. Вопрос только, где, как, сколько стоит и так далее и тому подобное. Вот, собственно, предлагаю вам погрузиться вместе с нами в новый день. Вот здесь у нас в округе, там, где мы живем, вообще полно на самом деле проката. Вот, первый прокат, вот, я думаю, прям сразу здесь спросить. Идеально, конечно, было бы снять вот такой вот микроавтобус, вот, который мы, в принципе, даже рассматриваем потом для покупки. Но, по деньгам, конечно, он будет стоить. Не хотим мы столько тратить. Я думаю, что-нибудь попроще вот такую штуку какую-нибудь снять подешевле. Доедет однозначно. Я зашел, узнал, сколько будет стоить эта старенькая пижоха. И просто охренел. 400 лир в сутки. Это по сегодняшнему курсу 2 200. Мне кажется, дохрена. Я вообще, конечно, рассчитываю найти что-нибудь за 1200. Мы посмотрим, не факт, что найдем, но здесь есть беспроигрышный вариант снять за 20 евро. Перед магазином шмоток мы решили зайти в магазин, в который Настенька давно хочет. Это Мадам Коко, магазин постельного белья. Повторяюсь, да, лира упала, постель сейчас можно купить очень-очень выгодно. Как, в принципе, и многое, что в Турции, начиная, как говорится, от Батона, заканчивая хоть чем. Пока я тебе говорю, наверное, вы кайфуете на вот эти виды. Вот эти великолепные горы. Какой кайф. Так, ну все. Пойдемте в магазин Мадам Коко. О, он здесь, кстати, гораздо больше, чем в самой Алане. Какой красивый магазин. Вон тут какие-то распродажки. Что здесь? Тысяча лир. Вот стоит, например, постель, комплект. Ценники разные. Вот типа 40% тут распродажа. Качество, конечно, вообще огонь. Как все красиво, красиво. Да. Ну выбирай. Ой, все красота, да? Наконец-то на выход. 5-2 пакета. Очень устали. Смотрите, сколько мы всего набрали. 2 тяжелючих пакета. И самая главная цена. А цену я вам чуть позже расскажу, когда дома все вам покажу, что именно мы купили. Вы просто охренеете. Вот других слов даже не могу подобрать. Это просто обалденно. Сколько можно сейчас набрать и на какие деньги. Сейчас еще погуляем. А в конце выпуска я вам расскажу, что по деньгам в итоге вышло. Все дороги, как всегда, ведут в центр Махвотлара. Это часы. Вот тут вот уже море начинается. А мы сейчас пойдем сядем, покушаем. Вот. А потом, наверное, сходим к морю. А пойдем обедать мы в то кафе, где мы уже были. Сейчас покажу. Вот. Идем в этот же Таур. В этот же кафе. Очень понравились нам эти большие тарелки. Вкусно у них все. И цены приятные. Сейчас закажем и покажу. В этот раз нам как-то почему-то все странно принесли. Мы заказали 4 супа. Они принесли только 2. Я спрашиваю еще за 2. Они такие, ааа, вам типа 4. Я говорю, а где вода? Они такие, аа, вам еще воду? Ну, а не знаю, может быть, они уже Новый год здесь отмечают. Но зато здесь вкусно. Рассчитался. Что-то они сегодня прям очень медленно работают. Даже немножко подбесили. Редко такое у меня бывает. Поели мы на 64 лиры. Что, считаю, очень даже неплохо. Мы решили сейчас быстро добежать до дома. Переодеть Мирона. Самим немножко переодеться. Мы чай успеем попить. захватить квадрокоптер и отправиться в очень красивое место. Поэтому не переключайтесь. Оставайтесь. Сейчас я вам буду показывать. Мы перешли дорогу. Идем сейчас в той локации, где проходит рынок субботний. И вот даже из-за рынка я вообще здесь не видел вот эту вот мечеть. Здесь получается такая огромнейшая парковка. И к субботу здесь забиваются палаточки с овощами, с фруктами, с одеждой. Да, когда стоят в палатке, кажется, территория, конечно, гораздо масштабнее. И, кстати, да, давайте так, ссылочку на выпуск с рынком, с ценами я оставлю в описании под этим видеороликом. Нажмите и обязательно посмотрите. Хочу вам кое-что показать. Идем домой. Вид на горы понятно. И тут хлопс просто. Смотрите, такая стела стоит. Памятник батону, который мы постоянно здесь покупаем. Стоит две с половиной лиры. Есть абсолютно в каждом магазине. Смотрите, как классно. Двигаемся дальше. И смотрите, я увидел, как именно собирают бананы, как их рубят производство. Пацаны, сюда едите, в руку пошли. Сейчас вам покажу. Смотрите, их вот так подвешивают и вот так вот обрезают. Смотрите, как прикольно. Нарезают и все это дело попадает потом на прилавок. Вот в такие боксы формируются. И все попадает в магазины Турции, где мы покупаем и кушаем. И бананы здесь, между прочим, они просто великолепные. Очень-очень вкусные. Ой, ребятки, в какое шикарное место мы приехали, вы себе даже не представляете. Посмотрите, на обрыве стоят беседочки, где можно покушать, что мы, в принципе, сейчас и сделаем. немножко попьем чай, а потом пойдем осматриваться. Я вам все буду показывать. Ну и с меня, как всегда, постараюсь кадры с дрона. Здесь парковочка. Мы здесь припарковались. И здесь есть ресторанчик, называется Барко Бланко. У них огромнейшая пикниковая зона. Виды. Какие виды, вы только гляньте. Ай-яй-яй, какая красота. Средиземочка. Здесь стоит какой-то маячок. Не пойму. Главное, чтобы это была не заглушка для дрона. Фонтанчик. Вот такой стиль этого кафе. И посмотрите, что внизу. Вау! Вообще красота. И самое главное, что мы любим, здесь есть автокемпинг. Там стоят автодома, вы можете заметить. И большая территория для палаток. Камни. Вот тут вот смотровая площадка. Сейчас обязательно мы сюда дойдем обязательно. и я вам все покажу. Пока сейчас пойдем после дороги попьем чай. Я поднялся тут на террасу. Вот мы тут шли по дорожке, а я как бы на террасу поднялся. И хочу вам показать, какой здесь басик. Вы только посмотрите. глядите, какая красота. И вот так вот вы можете приехать сюда, покупаться. И самое главное купаться. Посмотрите, с каким видом. Ну тут получается он так заканчивается. Дальше обрыв. И вот с видом прямо на море. Кто-то любит бассейны с видом на гору, а здесь с видом на море. И причем есть даже детский. Красота. Я не знаю, если есть какое-то кафе лучше, то напишите в комментариях. Я вот сейчас зашел и готов вам показать эту красоту. Смотрите, с каким шикарнейшим видом можно пообедать. Здесь немножко отсвечивает. Сейчас я подойду поближе. Вот, 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 вот она картинка начала виднеться. Смотрите, какая красота. Вот то, что я вам говорил, это и есть автокемпинг. Возможно, мы здесь как-нибудь остановимся с палаточками в следующем уже сезоне, когда приедем сюда на машине. Посмотрите, какие виды. Домики, виллы, квартирки, плантации банановые. Шикарное место. Вот она смотровая, вот они скалы, куда тоже можно сходить. Там вот есть люди, возможно, сходим, не знаю. А самый класс, что вот эти бассейны, сюда вот заходит вода, она нагревается, и в этих бассейнах очень теплая вода. Гляньте, какой кайф, Пока девчонки пьют чай, я решил спуститься на смотровую, запустить дрон, показать вам эти волшебные кадры с квадрокоптера. Смотрите, здесь, кстати, вот лесенка есть, и, видимо, вот тут вот выставляют лежаки, то есть вы вот с этого бассейна покупались, здесь, наверное, тоже лежаки, где трава, да, была. Также можно здесь спуститься и загорать вот с таким вот прекрасным видом. Вообще, можно в целом спуститься и здесь, пройтись по камням, можно даже и так сделать. Вот, и сразу попасть нам на смотровую, так сказать, мы срежем путь, видите, правда, здесь какие-то вот эти растения колючие, очень, оп, оп, все, и вот мы с вами уже и, опа, на дороге, осталось только спрыгнуть, вот, вон там, если вам будет видно, там сидят рыбаки, скалы, конечно, вообще потрясающие, слушайте, место невероятное, я очень надеюсь, что в следующем году, когда мы приедем на машине, мы будем Турцию прям изучать, как раз сентябрь, октябрь, ноябрь, это шикарнейшее время, для того, чтобы поездить по Турции, уже не прям такая июльская и августовская жара, людей уже все равно не в самый пик сезона, и, конечно, понаслаждаться Турцией будет классно, особенно на машине и с палаткой, гляньте, какой цвет воды, я не могу, у меня вообще просто нету слов, вот тут вот, какой кайф, какой кайф, друзья, так, давайте сейчас попробуем спуститься чуть пониже, опа, уж очень мне это хочется, скалы великолепны, они вот так вот прям торчат, обалденно, спускаемся, вот видите, это вот так вот получается, все с низинки, там горы, тучи, нам сегодня очень повезло с погодой, учитывая, что вчера, представляете, здесь, в Алании, мы сначала думали, что это пена, потом поняли, походу, что это снег, мы вышли с мальчишками проверять, оказался, это град, я вот сейчас вставочки прикрепляю, вы смотрите, ух, смотрите, что я нашел, посмотрите, какой сильнейший разлом, и там вода бьет, то есть сюда как-то заходит море, здесь вообще ограждение, видимо, ходить нельзя, но вот мы сюда премся, не знаю, можно, не можно, но пока нас вроде никто не прогнал, да, а тут, короче, есть только спускаться, но мне очень интересно вон там вот, опа, надеюсь, ветер не сдует, сорваться, конечно, вообще страшно, обалдеть, и они отламываются камни, видно, что они валяются, видите, вот прям шик с такой надлом, и может все это дело упасть, мы с моим маленьким другом, дроном, уже готовы показать вам эту красоту с высоты, полетели, приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну как вам кадры с дрона? У меня они еще великолепные! Я смотрел на экран телефона, особенно когда над морем я летел, этот свет, эти плиты, волна, и у меня прям, знаете, как классно! Я надеюсь, вам понравилось! Надеюсь, вы еще помните, что мы в начале выпуска с вами договаривались про то, что мне же нужно еще решить вопрос с машиной и подстричь голову мою и пацанов. В итоге, учитывая, что такой плотный сегодня день был, я толком ничего и не сделал. Сейчас бегу, надо купить ужин, потому что мы очень сильно голодные, такой насыщенный день в бегах, что обед, который мы ели, он как-то незаметно исчез из нашего организма. Вот. И по приходу, как мы поужинаем, я же вам еще сделаю распаковку того, что мы купили, покажу, какую кучу мы снова приобрели за такую минимальную цену. Спасибо, Лира! Пока гонял в магазин, вот тут нашел парикмахерскую, подстричься будет стоить 60 лир, это, ну, 300 рублей, осталось только с машиной решить. Зашел я в один прокат, мне он зарядил, Рено, как-то, Клива, что ли, называется, обойдется в 50 евро в сутки, это при условии, потому что мы будем выезжать в другой город. Если кататься здесь по Алане, ну, по Анталийскому побережью, то 25 евро, но мне кажется, что это завышенный ценник, я думаю, что здесь, если сейчас походить, побродить, можно, можно найти подешевле. Я уже дома, смотрите, купил пельмени, про что я говорю, что в Макларе себя не чувствуешь, как бы, как будто за границей, видите, пельмени с говядиной. Единственное, что Настя сказала купить сметану, она здесь очень вкусная, но сметана ли это, я не знаю, вот эта штука переводится вроде как сметана, но тут написано йогурт. Посмотрим. Мы уже поужинали и что хочу сказать, пельмени настолько охренительные, что мы сварили, где-то грамм 800 посварили и такие сели, блин, вот еще бы, залетали бы и залетали. Мясо, вот прям чувствуется мясо, никакая не соя, ничего, вот прям, как вот дома, слепил, вот такие же они вкусные. Кто будет в Аланье, рекомендую. Поел, попил, теперь пойдемте что-нибудь придумываем с этой штукой. Как говорится, запомни ты меня таким. Ну вот, на человека стал похож, а так переживал, что постригут плохо, но пацанчик слежет нормально. Единственное, что я попал в очередь, вот, и получилось долго. Он так с нуля вообще переход сделал, хорошо. Завтра я сюда приведу детей, уже договорился с ним. Ну что, ребятки, мы с вами дошли до такого основного, с чего начался наш выпуск, да, с утра. это поход в магазин по шоппингу. Значит, смотрите, сколько всего вышло в этих двух пакетах, и в конце я вам скажу цену. Посмотрите, сколько всего мы накупили. Ну, во-первых, да, ради чего мы пошли, это купить нам семейный новогодний лук. Настенькина, моя, Родиона, Артема и Мирончику. Аж целых два лука, и зеленый, и красный, и то же самое, штанишки, и зеленый, и красный. Далее, пацанам купили вот такие вот кроссовки, одному, второму. Значит, Артемке купили кофту, какую попросил, Родион попросил себе вот такую кофту, давно хотел переливашку. Мирончику взяли еще вот такие красивые два бодика, мне взяли такую яркую кофту, Настеньке взяли тоже такую кофту, и шапку под цвет. И еще Настеньке взяли вот такую кофту, забавная кофточка, кстати. И самое главное теперь по цене барабанная дробь, посмотрите, все это дело у нас вышло на 1228 рублей. По сегодняшнему курсу это всего лишь 6100 рублей. Прикиньте, вот это вот все на 6000. Мне кажется, очень дешево. День, конечно, был сегодня безумно насыщенный, я надеюсь, он вам понравился, и рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка, комментария, ну и, конечно, репост в свои социальные сети. Мы показываем Турцию, которую, наверное, кто подсказывает, нет туристической, особенно сегодня, ну вы сами все видели. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok